Всем привет! С вами Зорден! Во времена загнивания ютуба появился такой интересный проект, как Отель Хазбин от Вивиан Медрана, и он получился очень интригующим и интересным. Но когда зрители ждали старт первого сезона, Вивиан анонсировала спин-офф сериала, а именно «Адский босс», и недавно вышла первая серия первого сезона. Мне она понравилась, поэтому сегодня я ее разберу. Сам проект посвящен жителям Ада, главными героями которого являются Блиц, Мокси, Милли, Луна, Октавия и Миссис Мейбери, который как раз-таки посвящен сам эпизод. В сериале показаны попытки Блица запустить киллерское агентство на очень конкурентном рынке. Вместе с своими помощниками Милли, Луной и Мокси. Ну а также, как и во всех качественных сериалах, показано раскрытие характера героев. Итак, переходим к самой серии. В начале данного эпизода нам рассказывается история Мейбери, еще до ее смерти. Мы узнаем, что раньше она была учителем, и была очень спокойная и веселая. Также у нее был муж. Был муж. Мейбери узнала, что он ей изменил, и она не просто его бросила, а перед этим убила ту, с которой он ей изменил. Кроме того, еще и на глазах у детей. Сразу видим характер персонажа. Нам не показали, что случилось дальше. Но скорее всего ее посадили, хотя по законам этого города, как окажется позже, полицейские имеют право на убийство человека, который убил. Затем нам показывают наше время и психованную Мейбери, которая вспомнила эту историю. Но она погибла отомстив, как она думала. Но получилось так, что эта женщина все-таки выжила. И кроме того, ей заплатили 2 миллиона долларов за такие обстоятельства. Конечно же, Мейб не хотела останавливаться. И заказала киллерское агентство на нее и ее семью. В задания были отправлены Блиц и слишком добрый Мокси. Когда Блиц уже почти выстрелил, Мокси сбил прицел. И Блиц, конечно же, промахнулся. Тем самым привлек внимание семьи. Тут мы понимаем, что вся эта семья, хоть и добрая и милая со стороны, вон душе, а не кровожадные маньяки. Расстрелив руку Блица с дробовика, они погнали за Блицом и Мокси. Они смогли поймать Мокси и захотели съесть его. Ну а позже поймали Миле и Блиц. Получилось небольшое фиаско, потому что они хотели сжечь их, но как сжечь жителей ада? Я хоть и никогда не убивал духов, но мне кажется, здесь нужна святая вода. Но она не стала париться насчет этого и просто решила убить их с дробовика. Но оказалось, что Мокси сбежал и сам снес ее голову с дробовика. В итоге, когда демоны решили пощадить остальных, полицейские сами разобрались. Ну и на этом закончилась серия. Из пасхалок серия могу только заметить это существо, которое чем-то напоминает мне Сиренголового. И Смайлик в виде демона. Итак, мое мнение о серии. Плюсы. Плюс за рисовку. Плюс за анимацию. Плюс за сюжет. Плюс за юмор. Плюс за оправдание надежд на серию. Минусы. Минус только один. Но он касается не конкретно серии, а самого проекта. Мне кажется, что идея данного сериала была взята у сериала Рика и Морти. Блиц напоминает мне Рика. Он также жестокий и немного тупой. А Мокси напоминает мне Морти. Он также выглядит как паникующий пацан, который мешает выполнять работу Рика. А в итоге иногда сам справляется. И они также путешествуют по мирам. Ну то есть не по мирам, а конкретно по двум мирам. Настоящий мир и ад. Тут даже порталы похожи. Ну ладно, не будем считать это за минус. Просто похожие ситуации у персонажа. Хочу сказать, что в отличие от Знакомьтесь с Боб, разбор этого проекта было действительно интересно делать. Если я придумаю теорию, у него будет шанс на подтверждение. Так как здесь прописан сюжет и сюжетных дыр не должно быть. Какой-нибудь Боб позавидовал бы. Ну а на этом у меня всё. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, а также не забудьте подписаться. А то обидно, что целых 77% смотрят меня без подписки. Ну а с вами был Зордан. Всем удачи и до новых встреч. Пока.